Братья и сестры, молодежь, тема была объявлена, еще раз я повторю, святое мышление или образ мыслей святого человека. Вообще, хотел молодежь спросить вначале, какое чувство в нас вызывает размышления о святости? Когда мы слышим тему, объявленную святость, что она у нас вызывает? Внутреннее немножко противление или, наоборот, внутреннее искание, внутреннее расположение, чтобы понять больше эту мысль и претворить свою жизнь, или где-то какой-то внутренний дискомфорт. Вот просто себя можно даже, друзья, вот в этом смысле несколько проанализировать. Вот само это направление мышления в эту сторону святости, что оно в нас вызывает? Думаю, что это в какой-то степени уже какая-то лакмусная бумажка, такое, чтобы определить, насколько мне эта тема либо по сердцу, и я стремиться буду к этому, либо меня что-то уже разделяет где-то со святостью Бога, где-то что-то греховное уже принесено в мою жизнь. И поэтому, когда касается вопрос этой темы, то у меня немножко уже внутри какая-то напряженность возникает, какое-то внутреннее, ну не то что противление, но несколько какое-то нежелание, может быть, думать об этом или слушать об этом, потому что оно будет где-то меня обличать или где-то будет касаться моего сердца. Друзья, вообще святое мышление, оно, конечно, неразрывно связано с правильным пониманием святости Бога. Вот сейчас уже первая тема была о святости Бога, поэтому я когда слушал брата, то, думаю, у меня много перекликается, потому что, ну, в принципе, продолжение этой мысли. Поэтому святое мышление, друзья, оно неразрывно связано с правильным пониманием святости Бога, потому что вообще говорить о святом мышлении без понимания святости Бога вообще невозможно, невозможно. И вообще, братья и сестры, если, допустим, о каких-то темах, ну, о любви, о нравственности, о каких-то добродетелях, каких-то добрых поступках, в принципе, пытаются все люди, и даже люди мира этого пытаются тоже об этом говорить, пусть в своем ключе, пусть под своим углом и аспектом, как-то тоже пытаются говорить об этих темах, то о святости говорить может только тот, кто непосредственно связан с Богом. Потому что святость – это качество, присуще Богу, это, как бы сказать, его фундамент, это его основополагающая часть или характеристика Бога нашего, потому что подобного ему нету никого. Вот Тозер, друзья, в своей книге «Величие Бога», он пишет, «Божья святость – это не просто самое лучшее, что мы знаем, улучшенное до бесконечности. Мы не знаем ничего подобного Божьей святости. Она стоит в стороне от всего, она уникальна, она не имеет себе равных, она непостижима и недосягаема». Поэтому, молодежь, дорогая, святость и святое наше мышление без связи с Богом в отрыве от Него вообще не может быть сформировано. Поэтому мы обязательно вновь и вновь для того, чтобы формировать наше святое мышление, о чем мы сейчас будем говорить, должны вновь и вновь возвращаться к святости Бога. Текст, который я взял, братья и сестры, в основание, это Евангелие от Луки, 1 глава, текст будет 17-й. Евангелие от Луки, 1 глава, текст 17-й. Это ангел Господень разговаривает с Захарией, когда Захария находится в храме, совершает служение в храме, и ему предвозвещается, что должен будет родиться Иоанн Креститель. И вот здесь он говорит о некоторых характеристиках Иоанна Крестителя, или его назначении, его цели, для чего он придет. И в 17-м стихе говорится так. «И придет пред ним, то есть пред Христом, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Здесь, говоря об Иоанне Крестителе, ангел говорит, что он придет в духе и силе Илии, то есть вспоминает события из Ветхого Завета, или героя Ветхого Завета, который тоже, можно сказать, очень отчетливо и ясно провозглашал истины Божьей перед такими царями, как Ахав, который был очень нечестивый, и ему нужно было утверждать какие-то принципы божественной святости и чистоты. И вот здесь говорит, что он придет, и тоже его задача будет возвратить сердца отцов детям, и потом еще одно, что нужно возвратить, это непокорным возвратить образ мыслей праведников. Братья и сестры, возвратить, то есть вернуть в изначальное состояние. Когда люди возвращаются куда-то, то есть они возвращаются из той точки, из которой вы были. Ну, допустим, я приехал вот вчера из Барнаула, завтра я планирую возвратиться в Барнаул, потому что это моя родина, там я живу, и я туда постоянно возвращаюсь, если куда-то уезжаю. Это возвратить меня нужно туда, ну, или я сам возвращаюсь туда для того, чтобы там продолжать жить, да? Друзья, возвратить образ мыслей праведников, то есть есть образ мыслей, образ мыслей, который дает Бог, его стандарт, образ мышления, и когда человек уклоняется от него, уходит от него, то его нужно постоянно возвращать. И поэтому здесь есть одна основная мысль, друзья. Нам не изобретать нужно образ мыслей праведников. Нам не нужно его формировать самим, выдумывать. Он есть у Бога, потому что он в Боге сокрыт. Он есть у нашего Господа, потому что он свят и бесконечно свят, и никогда не меняется. Мы знаем, что он вчера, сегодня, вовеки тот же, и поэтому у него образ мыслей, или направление святости, или стандарт святости, он никогда не меняется, и поэтому нам, если мы где-то уклоняемся, если у нас вдруг получаются разные взгляды, или разные подходы к Божьей святости, или каким-то вопросом с этим связанными, то где-то нам нужно пересматривать и возвращаться в изначальное состояние. И вот об Иоанне Крестителе сказано, что он будет именно этим заниматься, он будет возвращать или учить народ, чтобы они возвратились к правильному образу мышления, к образу мышления праведника, чистого человека. Конечно, братья и сестры, говоря об образе мыслей, о чем мы сейчас еще дальше будем говорить, то, естественно, мы понимаем, что образ мыслей, он производит и действие, то есть наше поведение. Наше поведение, оно, естественно, вытекает из нашего образа мышления. И образ мышления, друзья, если еще раз возвращаясь к этому, это не мысли, которые иногда приходят к нам и с которыми мы где-то боремся или противостоим, или каким-то образом анализируем их правильно, мысль пришла неправильно, потому что мы получаем очень много информации извне и от ближних наших людей, и вообще из окружения, и там, где мы находимся среди неверующих, и всевозможная реклама, которую мы просто, ну, можно сказать, ну, особенно в городах наших, мы просто не можем не проехать и не увидеть ее, там где-то отворачиваем глаза или что-то подобное, но она все равно постоянно мерцает перед нами, и она как-то пытается влиять на нас. Образ мысли, друзья, это то, что сформировалось в какой-то степени в нас. То есть образ мысли диктует наш образ поведения и наши действия. Поэтому это более сформировавшаяся какая-то часть нашего сознания, по каким принципам мы живем, по каким принципам мы действуем и как мы поступаем, исходя из нашего образа мышления. Мысли-то разные бывают, к нам приходят, и мы их фильтруем, мы их как-то отсеиваем, нехорошие мы отодвигаем, добрые мы постараемся проанализировать, и если они подходящие, принимаем, и они как-то тоже формируют нас. Поэтому, друзья, вот каков наш образ мыслей на сегодня? Насколько он у нас действительно сформировался в зависимости от того, каким мы познаем и знаем Бога? Итак, братья и сестры, один вопрос, который я хотел задать и немножко о нем порассуждать. Что влияет на формирование нашего мышления? Что влияет на формирование нашего мышления? Вот псалмопевец Давид, он в 18-м псалме, он просит об этом, можно сказать, он как бы обращается к Богу и взывает об этом к Богу, чтобы Господь направил его мысли в правильное русло. Вот в 18-м псалме, в 15-м стихе, он пишет так. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». То есть у Давида здесь в этом псалме, друзья, желание, чтобы Господь направил помышления сердца моего в русло благоугодное Тебе. То есть он об этом думает, об этом помышляет, желает этого и хочет этого, чтобы его помышления были правильны. Друзья, первое, конечно, но это нельзя даже назвать каким-то пунктом, а просто, наверное, если мы вообще об этом не думаем и не размышляем о том, чтобы наше формирование мышления было направлено под Божью, можно сказать, благодать, чтобы мы были подзависимы этому, друзья, то оно и не сформируется. Оно не сформируется. Если мы, в принципе, этого даже и не хотим или не думаем, или не ищем, оно и невозможно, чтобы сформировалось оно. Братья и сестры, первое, что я хотел обратить внимание, это личная наша встреча. Ну, я так назвал для себя, может, она не совсем красиво выглядит, выражение. Лично наша встреча со святостью Бога. Понимаете, дело в том, что мы с Богом имеем общение все уже какое-то время, уже все члены церкви, поэтому все мы имеем общение с Богом. И, друзья, но иногда мы встречаемся с Богом вот в таком моменте, когда мы особо замечаем, что Бог на этот или другой вопрос моей жизни смотрит совсем по-другому. Мы вдруг замечаем, что у меня здесь явный пробел. Я понимаю, что здесь я неправильно поступал. Ведь наше очищение, оно постоянно происходит, освещение нашей жизни. И поэтому мы вдруг встречаемся с Богом именно на поле святости, можно сказать, чтобы мы увидели Бога, что Он действительно в этом вопросе, у Него другой взгляд. У Него совсем другое мышление, у моего Бога. Я не думал, что Он именно так смотрит. И я понимаю, что мне нужно здесь меняться. Мой образ мыслей был неправильный. Вот, друзья, ну, некоторые примеры уже брат приводил передо мной, но я просто, друзья, вот, когда Моисей, вот о чем он говорил уже, да, у куста, к которому он встречается с Богом, я так понимаю, что Моисей, ну, позвольте мне немножко подумать примерно за него, какие мысли могли быть у Моисея. Он уже долгое время пасет стада у Иофора, у тести своего. Он был там в Египте. И мы помним все обстоятельства, связанные с тем, почему он оттуда ушел. Он с Богом был уже знаком. Он даже хотел каким-то образом посодействовать тому, чтобы народ Божий уже каким-то образом выводить. Он там пытался уже с египтянами, убил египтянина и все прочее. У него были уже мысли. И даже он уже ушел из Египта, сбежал оттуда. Новый Завет даже об этом говорит, что он не захотел лучше страдать народом Божьим. То есть он ушел оттуда. То есть у него явно были определенные понятия о Боге. Определенные понятия о Боге. И он с Богом какое-то общение определенное имел. Но когда он встретился здесь с Богом, в этой пустыне, где он много раз ходил, и, возможно, уже эти кусты ему были все до боли знакомы, он уже знал весь этот пейзаж той местности, где он находился постоянно. Но сегодня, когда, имеется в виду в тот день, когда Моисей вдруг подошел и увидел этот горящий куст, и когда он к нему подошел, к этому горящему кусту, и когда услышал голос из горящего куста, то он вдруг несколько по-другому увидел Бога. И Бог говорит, сними обувь твою. То есть ты должен подойти ко мне вот так вот, босым, можно сказать, то есть присоединиться ко мне. То есть ты не имеешь права ничего другого даже иметь на ногах твоих. То есть Бог показывает, что я сегодня хочу явиться тебе вот именно Богом святым. Может быть, у тебя, Моисей, были мысли, но почему Бог не выводит свой народ? Почему там этот народ страдает? Я оттуда-то сбежал, а народ-то там находится. Они там продолжают мучиться, они там продолжают кирпичи делать. Но почему эти боги египетские, которые в принципе не боги, и люди, которые поклоняются им, они сегодня имеют власть над народом Божьим там в Египте? Почему так? Возможно, много вопросов. И, возможно, эти вопросы он не озвучивал, но они где-то в сердце были. И здесь Бог является ему и показывает ему свою святость, что он свят, он над всем наблюдает, он все знает, он все видит. И Моисей, я думаю, друзья, он несколько по-другому увидел Бога. И хотя потом Бог призывает его на служение на это, и хотя где-то он пытается еще тоже сопротивляться, и Бог и здесь строго проявил к нему, можно сказать, эталон святости, что Моисей с Богом спорить не надо. Это неправильно будет, это совсем будет неверно. Братья и сестры, еще один момент из жизни Моисея, думаю, все мы помним, у нас даже песня есть на эту тему, «Вы не явили святости моей». Это тогда, когда Моисей уже ведет народ израильский, и тогда, когда Моисей и Арон извлекают воду из скалы, но извлекают ее не по тому принципу, который сказал Бог. Бог сказал, скажи с колесей. Но мы помним, что они с определенным гневом сказали, вам ли извлечь воду из этой скалы? То есть он несколько и дерзко сказал, и ударил по скале. И, друзья, вот здесь проявляется Божья святость, и ее увидели и сам Моисей, и Арон почувствовали на себе, и почувствовали очень конкретно, что они не вошли в землю обетованную. Но эту святость увидел и народ Божий. А в чем здесь, друзья, в чем здесь проявилась несвятость их? Почему Бог так строго поступил здесь? Ну, кажется, ну ладно, Моисей, ну поступил так, ну действительно народ довел его уже, ну невозможно уже терпеть был этот народ. Ну мы же часто употребляем такое слово. Я понимаю, что неправильно сделал, но меня довели. Ну и так же Моисея, можно сказать, но довели его, довели его эти израильтяне своей непокорностью, своим вот таким поведением, таким, ну вот как вот брат рассказал, наглостью своей, может быть, такой заносчивостью своей. Ну кажется, довели уже. А Бог не посчитался с этим и сказал, что ну ладно, Моисей, пойдет и так. У него есть стандарт, у него есть стандарт. Ты должен был меня послушаться. Ты не поверил мне, что вот так вот, так вот нужно сделать. Там в одном месте текста Писания, там и говорится, что не поверили мне. То есть, друзья, Бог, Он претендует на то, чтобы мы могли увидеть святость Его в том, что мы должны быть покорны Ему, послушны Ему полностью, полностью. Друзья, вот со случаем, случай с Давидом, когда он согрешил, вот тоже у меня всегда вопрос, думаю, вот, ну неужели Давид не чувствовал или не испытывал внутри волнения или переживания до того, как пришел на фан? Неужели он не испытывал внутри волнения? Ну там-то, ну допустим, в случае с Моисеем здесь, ну действительно так вот резко произошла ситуация, так может быть несколько спонтанно. Ну, Давид, ну ладно, ты тоже сделал этот грех, но неужели ты не осознавал, не понимал, что ты сделал не то, пока не пришел пророк? Друзья, трудно нам сказать. Наверное, все равно какие-то переживания были. Но Давид не смог себя осудить вот так вот. Он как бы не увидел здесь вот того, что Бог очень строго смотрит на этот вопрос. Очень строго смотрит на этот вопрос, что он сделал с Версавией и греха сделал. То есть он понимал, наверное, что в целом неправильно, но не настолько, что Бог очень свят в этом положении. То есть это для него грех. И там так и написано, что он сделал великое зло пред очами Господа. То есть это оценка Бога. То есть у Бога, на этот взгляд, на этот вопрос, была четкая, ясная позиция. Но Давид до определенного момента, как будто внутренние где-то были, такая не твердость, а какой-то, может быть, свои какие-то мысли. И вот, братья и сестры, когда мы соприкасаемся с Моисеем, когда мы соприкасаемся с Давидом, и с подобными случаями в нашей жизни, должно формироваться наше мышление, каков наш Бог, и формироваться наши мысли, как нам относиться ко всем этим вопросам, которые встречаются в нашей жизни, с которыми мы соприкасаемся. И святое мышление, друзья, оно либо предостережет нас от многих поступков, либо, если его нету, мы сможем пойти на те или другие дела, не понимая Бога, не осознавая, каков Бог. Друзья, вторая мысль, я здесь, как бы, такую мысль я хотел сказать еще, что, вот здесь уже я подмечал этот вопрос, что мышление наше формируется еще от действия Бога по отношению даже к другим людям, когда Бог каким-то образом с другими людьми поступает, то формируется мышление наше о том, каков Бог наш, и какие эталоны его святости. Вот помните, в новозаветной церкви был случай с Ананией и Сапфирой. Вот этот случай, друзья, он тоже такой удивительный по-своему, что эти люди при встрече с апостолами, и когда они принесли свое приношение не полностью, то, ну, помню, друзья, я здесь все члены церкви, и я поэтому не рассказываю подробно эту ситуацию, то, когда они принесли средства свои, отдали к ногам апостолов, и когда апостолы спросили, все ли это, да, и пал один бездыханный, потом заходит жена, за такую ли цену, да, и тоже, и тоже выносят мертвые. Друзья, здесь Бог показывает тоже свою святость определенную, и это видит и Пероапостольская церковь, и даже в страх пришли многие люди, то есть они увидели, что Бог очень строго смотрит на такие вещи, а на какие вещи, друзья? На что здесь Бог очень строго посмотрел? Ну да, здесь присутствовал обман, здесь присутствовало, наверное, лукавство, здесь присутствовало, ну, наверное, желание тщеславия кого-то, то есть они хотели быть тоже, может быть, немножко похожи на Варнаву, который припринес, и, может быть, так вот стал, как бы, известен даже этим, И они, может быть, хотели тоже, немножко подражая ему, но со своим уклоном утаить что-то. Друзья, и вот они смотрят на все это окружающее. А Наня с Афирой уже проанализировать это не смогли. Уже жизнь закончилась. А вот люди окружающие, друзья, они могли проанализировать. И на этом фоне могло сформироваться и их мышление. Бог строго смотрит на такие вещи. Бог очень конкретен в этих вопросах. И Он не дает поблажки. Хотя, ну в целом-то они принесли, наверное, немало. Наверное, немало, если продали имение. И если отдали, может быть, даже большую часть. Но, наверное, они принесли немало. То есть пожертвовали-то хорошо. Да, там Писание подмечает. То, что у вас было, не ваше ли было. То есть вы могли распоряжаться. Но вот подход ваш, мысли ваши. И, братья и сестры, эти мысли были не просто вдруг родились как-то. Они сформировались у них. У них был образ мысли вот такой. Потому что они четко заняли позицию. Это не просто мысль пришла, и они в последний момент подносили, когда нагам апостолам и думали, ох, может быть, там пару тысяч, ну по-нашему, если в карман положить, может быть, не все отдать. Нет, это они спланировали, они думали об этом. Они так и сделали. Молодежь, знаете, когда в нашем сердце формируются мысли, что где-то тщеславие, где-то гордость, где-то зависть, где-то сварливость, где-то лицемерие, лукавство, это не так страшно. Мы на это не так сильно обращаем внимание. Да, там такие внешние какие-то проявления, они более явны, то, друзья, наверное, еще не совсем правильно формируется наш образ мыслей. Я вот недавно был в Германии, похоронил мою маму. Она прожила довольно-таки длительный путь земной, 99 лет. Из них 70 лет она была членом церкви. Но последние 30 лет я, друзья, бывал там очень редко. Очень редко, ну, примерно раз в два года, раз в три года там бывал. Поэтому мало уже с ней мог так общаться, так подолгу. И вот мои сестры подметили такую деталь, которые ухаживали за ней до конца, с которыми она там и жила. Они подметили такую деталь. Говорят, вот у мамы было такое качество или такая деталь. Если о ком-то говорили, ну, так вот, между собой, о ком-то говорили, о третьем лице, допустим, которого здесь не присутствует, и что-то сказали осуждающее, и она как-то в этом тоже поучаствовала. И что-то, может быть, осудила или сказала, что-то такое негативное. Такого было хотя очень редко, как они говорят, очень редко, и избегало этого. Но если это даже было, то она почти всегда, говорит, приходила потом и говорила, вы меня простите, я не должна была этого говорить. Это, этого не нужно было говорить. Друзья, то есть у нее, я так понял, сформировалось такое мышление внутри, что то, о чем говорит Писание, не судимы, не судите, да не судимы будете. То есть она это приняла буквально для себя, что это не моя компетенция судить другого человека, осуждать его, говорить за глаза о нем. Друзья, это тоже образ мыслей. Это тоже образ мыслей. Мы, друзья, я скажу, последнее время, может быть, немало в это вжились даже в какой-то степени. Где-то уже, как сказать, привыкли, и для нас это, может быть, даже и не является чем-то порочным. Может быть, мы так не думаем даже. Друзья, а как думает Господь? Как Господь на это смотрит? Как Он видит это? Поэтому, молодежь, дорогая, образ мыслей нашей, он формируется, и формируется при нашем участии. Как мы смотрим? Бог работает над этим, но как мы смотрим на это, или как мы принимаем это, это уже другой вопрос. Друзья, еще что влияет на образ наших мыслей, это с кем мы общаемся и какой информацией питаемся. То есть мы, друзья, общаемся очень много, и это, в принципе, наше преимущество людей, что мы можем общаться, это хорошо, это нормально, это полезно. Но образ мыслей нашей, он формируется от того, с кем мы общаемся, и какую информацию мы получаем, то есть какой информацией мы питаемся, даже не то, что получаем, а которую мы хотим получить для себя. И от этого тоже очень много зависит. Друзья, нередко многие вопросы нашей жизни формируются не от Божьего престола и его источника, а от общения друг с другом. И это бывает очень редко приводит нас и к печальным итогам. То есть мы анализируем, мы говорим, да, это нормально, это пойдет, это не страшно, это тоже можно. И мы друг друга прислушиваемся, и смотрим, другое делает, и вроде бы Бог и не наказывает, и ничего, и где-то формируется и наше мышление. Да, наверное, наверное, тоже нормально, наверное, тоже пойдет. В Писании есть такой случай, друзья, в книге «Царство» про Рапинон, описывается об одном царе, который воцарился в 7 лет, ему было имя Иоаз, и о нем написано, что он очень хорошо правил и добрые дела делал, пока над ним курировал священник Иодай. Пока он с ним общался, было хорошо все, было у него все правильно. И он там и храм восстанавливал, и храм ремонтировал, и делал все. То есть он занимался действительно благим делом и с Богом дело имел. Но когда умер этот священник, то пришли князья иудейские, друзья, и буквально за короткое время совратили его сердце. И он стал поклоняться деревьям, посвященным, идолам. Как это произошло? Произошла подмена. То есть он стал с другими общаться, и оно повлияло на него. А где-то, может быть, внутри не было такой устойчивости своей. И он стал общаться с другими людьми, и другие научили его другому. И он пошел и этими путями. Молодежь, мы тоже много зависим от того, с кем мы общаемся. И нам нужно выбирать. И если мы видим, что нас не туда повлекло наше общение, или наши разговоры, они не о том совсем, или наши мысли совсем не туда пошли. Друзья, нам нужно размышлять об этом. Как, куда формируется наше мышление? Или что мы читаем? Или куда мы смотрим? Или о чем мы размышляем? Друзья, это наш выбор. Это наш выбор. Мы здесь все члены церкви, братья и сестры. И я думаю, мы замечаем это и видим в наших церквах, и что мы порой очень разнимся в наших мыслях, в наших взглядах на те или другие вопросы, на вопросы, допустим, музыки, служения Богу, насколько посвящать себя Богу, или куда себя посвящать, или больше посвящать себя для того, чтобы более-менее жить в своей удовольствии, в своей радости здесь на этой земле, или посвящать себя Богу, или это уже сегодня не так престижно, это сегодня не так уже актуально, посвящать себя Богу, ехать куда-то, совершать служение, отдавать все силы туда, и средства, и финансы, и все для этого посвящать. Более, может быть, интересы сегодня сдвигаются к тому, чтобы где-то поехать, отдохнуть и прочее. Друзья, это все тоже формируется от того, где мы слушаем, кого слушаем. Бога или Божью святость, приобретаем внимание, или наши разговоры, или наше мышление. Или там, допустим, другие вопросы, о которых я уже сказал, когда говорил сейчас, друзья, что и взгляды на жизнь, может быть, взгляды на то, как относиться друг к другу и прочее, взгляды на внешний вид и остальные, друзья. То есть они расходятся у нас. И я так думал, вот, друзья, можно ли прийти к какому-то общему консенсусу? То есть можно ли какое-то общее сформировать нам все-таки? Но не просто правилами, не просто какими-то утверждениями, значит, братьев-служителей, а вот все-таки внутренне, внутренне где-то от Бога получить вот эти эталоны святости и понять, как нужно к этому относиться. Знаете, когда я размышлял об этом, я вспомнил, в детстве у нас была одна книга. Она была написана, переписана откуда-то рукой. Похоже, по-моему, это была переписана моей мамой книга. И она была довольно-таки такая объемная. Ну, я так понял, что, видимо, из таких тетрадей, 46-листовых, таких вот старых тетрадей, была сшита прям или склеена, я так не помню, склеена, по-моему, была. Наверное, несколько тетрадей таких, твердая обложка, ну, такая реликвия такая наша семейная, можно сказать. И книга там была. Там большие такие рассказы были написаны, такие, ну, можно сказать, как целые книги небольшие. И одна книга, там был один такой рассказ, он имел такое название. И я, конечно, я не помню подробности всей, но скелет сам и саму суть я помню очень хорошо. Книга называлась «Что сделал бы Иисус?». Может быть, кто-то и читал ее, друзья, или знаком с ней. «Что сделал бы Иисус?». Суть там шла о том, что в одной какой-то, давно это было, видимо, я не знаю, в каком веке, 19-м, или, значит, в какой-то церкви на Западе, значит, ну, верующие превратились просто в приход, так, если можно образно сказать. Люди посещали церковь по воскресеньям, приходили на богослужения. Значит, каждый занимался своей деятельностью. То есть у кого-то какое-то предприятие, у кого какая-то фабрика, у кого-то издание, какой-то газеты, у кого-то... Ну, так вот, можно сказать, почти образ светский, такой образ жизни вели. Ну, а в церковь приходили, потому что это, ну, так надо, так полагается нормально так. И когда там появился новый пастор или служитель, то он сильно запереживал о том, что здесь и возрожденных людей это трудно понять или различить, или увидеть. И он стал проповедовать, стал призывы делать, но как-то оно мало что менялось, что-то влияло на это. И однажды он сделал такой призыв. И он сказал, друзья, ну, обратился там к людям, значит, кто из вас действительно хочет поменять свою жизнь? Кто действительно хочет свою жизнь связать со Христом? Кто хочет посвятить себя Богу в полноте? Останьтесь после богослужения, и мы вместе соберемся там в комнатке, побеседуем, пообщаемся, поговорим. Значит, примем какие-то решения или какие-то мысли выскажем. Я не помню, с первого или со второго раза, но все-таки какая-то группа людей осталась. И когда он с ними уже вот с этим малым кругом остался, он сделал такой призыв к ним и попросил их, говорит. Друзья, вот давайте мы так построим нашу жизнь в дальнейшем, наше хождение за Богом. Мы перед каждым нашим делом, занимаясь я на работе, общаясь с людьми, заключая какие-то договора, контракты, решения какие-то принимаю, я буду каждый раз, просыпаясь утром и при любом деле задавать себе один вопрос. Что сделал бы Иисус на моем месте? Вот сейчас, в мою жизнь, в 19 веке, или вот мы сейчас в 21 веке, вот что сделал бы Христос? Что сделал бы Иисус? Друзья, и почти вся книга в дальнейшем, это, как бы сказать, такое вступление было, а почти вся книга описывает о том, как у людей меняются взгляды на жизнь, меняется образ мышления, образ подхода к вопросам, как люди оставляют это в свою работу, как люди меняют в своей работе что-то очень кардинально, в магазинах выбрасывают все то, что там вообще не присуще для христиан, и прочее, прочее, то есть полностью происходит перемена их множества вопросов, которые они делали до этого нормально и даже не задумывались и не думали. Друзья, а что поменялось? Кто им что сказал? В принципе, пастор или служитель, он не говорил им конкретно, тебе нужно вот это изменить, тебе нужно вот так поступить, ты вот здесь вот неправильно поступаешь, он не говорил, он говорит, вы себе задайте вопрос. То есть, друзья, молодежь, я думаю, думаю, что и мы, тем более члены церкви здесь, если мы себе, каждый, будем задавать честный вопрос, что сделал бы Иисус на моем месте, то, друзья, многие вопросы даже подсказывать не надо было бы, или корректировать, или направлять. Я думаю, если бы мы задавали себе этот вопрос, когда я сажусь за телефон или интернет, или когда я общаюсь с людьми, или когда я разговариваю о ком-то, осуждая, друзья, если я задам себе вопрос, что сделал бы Христос? Друзья, я думаю, мы в целом имеем, имеем богатое понятие о том, что сделал бы Он. Но мы этот вопрос не задаем. Мы этим вопросом не сильно, может быть, бывает, заинтересованы. Не сильно Он нас волнует. И поэтому, друзья, и часто мы, не задумываясь об этом, и наш образ мыслей, он совсем куда-то уходит в другую сторону. Поэтому, друзья, я бы этот вопрос тоже хотел бы и себе, и нам оставить на память, чтобы мы могли вот именно пользоваться этим вопросом при решении наших вопросов, при составлении наших планов, при том, когда мы что-то делаем. И если мы даже что-то сделали и почувствовали, что, Господь, Ты бы здесь не так, у Тебя мысли совсем по-другому, Ты совсем по-другому мыслишь, друзья, я думаю, мы бы от многого чего бы, ну, все-таки, сохранились, или предостережены были, или избавились. И у нас, нет, конечно, у нас могут быть разные взгляды, это естественно, но мы бы все равно были более приближены к тому, что хочет Иисус. Иисус. Друзья, ну и мое время истекает. Я хотел просто оставить некоторые, может быть, еще мысли такие. Мы понимаем, что стандарты Божьей святости, как я сказал, уже определяют Бог, и поэтому, друзья, хотел, наверное, два момента еще оставить нам на память. Что определяет Бог как стандарты, куда мы должны смотреть? В книге пророка Исаия, в 45 главе, 5 стихом, там написано так. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня, я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Ну и там дальше, друзья, есть текст идет и в 9 стихе. «Горе тому, кто припирается Создателем своим». Братья и сестры, мы знаем, что первая заповедь, и всегда Бог ее утверждает, Он говорит, «Я Господь, и другого не должно быть у вас». Мы знаем, что народ израильский, его проблема была всегда. Да, это идолы, иные боги. И вот с этим Бог всегда сильно боролся. То через пророков, то какие-то цари добрые восставали. Народ всегда вновь и вновь уклонялся, кто к иным богам, то деревья, то посвященные деревья, то высоты, то еще что-то. То есть это была какая-то вот такая вот, ну, сказать, непредалимая тяга к этому у людей. И, братья и сестры, апостол Иоанн, он об этом же говорит. Дети, храните себя от идолов. То есть проблема Нового Завета, она не другая. Нас тоже неуклонно к чему-то тянет другому. Господь говорит, «Я Господь Бог, пусть у тебя никого другого не будет». Чтобы ты ни о ком другом не думал, чтобы твои мысли не были заняты чем-то или кем-то другим, чтобы твои мысли были заняты мною. Я у тебя Господь. И поэтому на меня ориентируйся. Ну и, друзья, как пожелание, наверное, я не буду уже зачитывать, а как пожелание, вот мы, если хотим некоторые стандарты, то мы, конечно, можем послание перечитывать, друзья. Но очень хорошо, посланник Ефесянам, 4 глава, вот там с 22 стиха, там написано, чтобы обновиться духом ума вашего. 23 стих, 4 глава, посланник Ефесянам. Друзья, обновиться духом ума вашего. То есть, и там перечисляется, в чем это обновление ума. Новый человек, и в чем он проявляется. Чтобы мы могли не давать место дьяволу. Кто крал, вперед не кради. И там, о каких словах, какие мысли. То есть, апостол Павел направляет, что обновитесь духом ума вашего. Братья и сестры, какой образ нашего мышления сегодня? Можем ли мы сказать, что он формируется под влиянием Духа Святого и под влиянием познания Бога? Или он формируется просто от внешних обстоятельств? От того, что случилось сегодня, сформировалось мышление, как поступить завтра? Друзья, если наш образ мыслей будет так формироваться, то он будет очень неустойчивый и будет постоянно меняться. То в лучшую сторону, то в худшую. То мы поступим так, то поступим так. Потому что он не на той базе основан. Если же наш образ мыслей будет формироваться от того, насколько мы будем лучше и лучше знать Бога и Его взгляды на жизнь, друзья, и из того, что мы будем читать в Писании, я бы так советовал, друзья, молиться надо об этом. И круг общения иметь такой, который способен об этом размышлять вместе с вами. Если мы видим, что круг общения вокруг нас такой, который не способен об этом размышлять, то хорошо, если мы сможем повлиять. Но если мы не можем влиять, друзья, то, может быть, даже и отстраниться от такого круга общения. Поэтому пусть Бог благословит, друзья, нас, дорогие братья, сестры, молодежь, чтобы наш образ мыслей, сформировавшийся в нас от Бога, мог приносить прекрасные плоды поступков и дел для славы Божьей, для примера для окружающих людей, которые в церкви вместе с нами, еще не члены церкви, для примера, может быть, в наших семьях, для тех, кто еще не определился, верующим быть или неверующим, для тех, которые, может, вокруг нас на работе или на местах учебы, чтобы люди увидели, что наше мышление, оно устойчивое, оно твердое, оно имеет базу, оно не то, чтобы перепрыгивать вот так и так. Друзья, мы же знаем, как было, даже вот те недалекие прошлые, люди, которые, ну, вчера кричали «Бога нету», так, ну, образно говоря, да, вот мы особенно пережили этот момент, этот переломный момент нашей истории был, когда люди кричали «Бога нету», через короткое время они, ну, там люди говорят, что теперь стоят и свечки там приносят, и Богу поклоняются. Ну, это все, конечно, фиктивно, но то есть у людей нет чего-то устойчивого. Братья и сестры, у нас есть Бог, который вчера, сегодня, веки тот же. И хотелось бы, чтобы и наш образ мыслей, он был устойчивый, правильный и святой. Аминь. Давайте вам помолимся, друзья.